всем привет дорогие друзья с вами как всегда старина фриги викинг всем хорошего настроения в этом видео вместе с вами на ваших глазах с вашими лайками с вашей поддержкой я постараюсь сковать несколько шмоток а точнее это будут два одинаковых аксессуара которые действительно по моему мнению должны были давно появиться на моем аккаунте но по различным обстоятельствам этого не происходило я их не смог сковать сегодня я могу искать надеюсь что что-нибудь докрита нет хотя в принципе даже без крита эти два аксуара мне весьма нужны и в принципе я не хотел торопиться не хотел начинать заниматься оборудованием а на сегодняшний день я немножечко отстаю по своему мнению в оборудовании так как достаточно давно перестал что-то ковать и старался накопить какое-то количество материалов так как в игру в принципе ближайшее время должны прийти на введение по шмоту во первых это были определенные сливы шмота соответственно данный шмот может появиться я на канале как-то делал видео и рассказывая о том шмоте который может прийти в игру райсов kingdoms но это опять же информация не стопроцентная а вот второй фактор касаемо нового шмота и новой механики нам озвучили в принципе разработчики в последнем фидбэке они сказали что мы работаем над какой-то новой механикой поэтому возможно к нам придет все-таки новый шмот либо же что-то поменяется на в целом в экипировке наших командиров но при всех этих обстоятельствах у нас не за горами новый сезон квк его уже запустили мы уже регистрируемся и по нашему мнению королевство 14.01 это будет одним из самых легендарных сезонов в истории игры rise of kingdoms по крайней мере есть определенное понимание что попадутся определенные союзники противники и мы можем показать действительно крутой контент и сами кайфануть от данного квк и также есть еще одна новость это появление двух новых пехотных командиров я уже про них немножечко рассказывал в смысле рассказывал как они выглядят но пока я отсутствовал если вы заметили меня дней 5 не появлялась на ютубе я был в поездке кстати у меня была очень хорошая так скажем встречи я наконец-то встретился со своим старым другом из игры rise of kingdoms дядя хестер тебе привет вы его наверное многие тоже знаете мы встретились с хестером я был проездом там где живет он и наконец-то встретил своего товарища одного из самых близких в игре rise of kingdoms с ним я познакомился в игре теперь мы знакомы наконец-то лично и надеюсь это не последняя встреча желаю всем вам так к такого же позитива от игры чтобы в жизнь он тоже приходил действительно очень насыщенно короче пока меня не было уже показали сливы на навыки новых командиров я обзор пока не делал все-таки дождемся уже непосредственно выхода этих двух командосов тогда уже будем про них разговаривать выглядят они очень хорошо и опять же шмота мне на всех не будет хватать потому что одного из этих командиров я за фулю сразу у меня практически 700 голов я буду выбирать командира которого буду фулить из этих двух в первую очередь и мне уже необходимо в принципе набирать оборота по шмоту на сегодняшний день у меня нет аксессуара тихо испытаний и сегодня как раз таки вместе с вами хочу его попробовать сковать и да и так скажем бог корейского рандома удачи может быть что-то крита нет не крита нет хрен с ним все равно буду довольным давайте перед тем как ковать естественно поставим лайкосы напишите в комментариях что вы думаете по поводу тихого испытания и я хотел бы вкратце в принципе пройтись по аксессуарам которые доступны для игроков то есть мы будем говорить именно о фиолетовых аксессуарах потому что легендарные золотые достаточно дорогие и хотел бы вам рассказать почему все-таки тихо испытание является на сегодняшний день одним из самых хороших и необходимых для каждого аккаунта аксессуаров тихо испытания как вы заметили на минусует у нас от обычной атаки яростью противника и такое влияние на поле боя в принципе будет одним из самых полезных потому что эффективных и эффективность командиров эффективность связок напрямую зависит от работы их навыка то есть если у нас командос нюкающий чем чаще он будет нюкать тем больше он будет наносить урона такой аксессуар будет минусовать шансом обычной атаки 10 очков ярости в каждый ход то есть в принципе там с буквально за 5-6 ходов мы можем снизить ярость у противника даже с имеем такое аксессуар в одной связке и сделать например шаг быстрее его да то есть сделать свой нюк например быстрее тем самым нанести ему ущерб который заминусует потом ущерб которым он будет бить нас потому что мы отнимем у него часть войска соответственно множитель урона будет меньше то же самое касается остальных эффектов которые дает активный навык у командиров в связке то есть в принципе не обязательно это может быть нюк у нас есть командиры которые дебафают есть командиры которые бафают есть командиры которые в целом накладывают какие-то определенные эффекты соответственно вот такое преимущество в наборе ярости может быть действительно для нас очень полезно также также касаемо тихого испытания он может находиться у нас на нескольких отрядах то есть раньше были какие-то баги была некорректная работа об этом мы говорили очень давно наверное где-то год назад потом все это дело поправили и на сегодняшний день и всех источников в которых есть их испытания то есть например у вас там несколько отрядов с данным аксуаром ваш враг ваша так скажем оппонент и его отряд который вы фокусите будет естественно отставать по ярости да возможно он будет набирать ярость быстрее вас из-за того что например есть какие-то бафы от другой связки у него есть например аксессуары которые помогают набирать ярость к примеру у меня есть такое таро который действительно показать себя очень круто это наверное один из самых крутых аксуаров которые я выделил и сделал для себя так как он универсален и для меня как для полевого бойца он действительно очень очень не круто необходим а но тем не менее при всех условиях тихо испытание на сегодняшний день это маска f который наверное должен быть по возможности с определенным так скажем временем развития вашего аккаунта на каждом аккаунте потому что эта штука весьма полезная что касается других аксуаров естественно про серп юпитера говорить ничего не стоит это скорость сбора тратится здесь только кости которые в принципе не нужны нам для другого боевого оборудования есть чертеж есть кости можете сковать без проблем на цеплять на ваших фермеров касаемо амулета дела дела и не тоже полезная штука получаемый от контратаки урон минус пять процентов один у меня такой амал есть вообще на самом деле достаточно беден по амалом но я считаю что тихо испытание будет полезнее потому что тихо испытание действительно если будет у вас там на двух-трех отрядах это очень как хорошее воздействие и так скажем у резкой ярости у вашего оппонента а мы стараемся бить естественно не связка в связку а всем фокусом наваливаться на на один связь и пытаться его завалить чем больше тихих испытаний тем лучше у вас то есть соответственно по одному тихому испытанию хотя бы на несколько связочек это будет весьма весьма полезно что мы сейчас сделаем попробуем их добыть для того чтобы повесить на два своих отряда короче поднимаем ребята пальцы вверх я надеюсь что это поможет критануть и начинаем делать вот так вот первое тихо испытание пока я не получил крита соответственно стопроцентный шанс крита мы можем получить только когда куем пятую шмотку не уверен что в ближайшее время я буду крафтить пятое тихое испытание но может быть может быть сейчас удача все-таки на второе мне улыбнется ни хрена ни хрена но тем не менее я ни капли не расстроен два тихих тихих испытания наконец-то есть моей обойме рекомендую всем игрокам ковать данный аксессуар в первую очередь рассмотрите возможность ковки данного аксессуара с точки зрения что он в принципе дешев по сравнению с другими до легендарные аксессуары очень хороши есть универсальные легендарные аксессуары по типу того же самого рога по типу клинка который также дебафает отряд на который вы нападаете ну про другие тоже можно сказать некоторые универсально некоторые подойдут лучше так скажем на определенную связку но все-таки это 120 легендарных материалов которые достаточно дорогие которые мы набираем очень долго а вот такой аксессуар как тихое испытание будет действительно весьма полезен для любого отряда совершенно и стоит вам всего вот столько на этом буду заканчивать всем хорошего крита скоро увидимся ждите большой контент с вами как всегда был фриди викинг всем пока